так еще один прототип задач на смеси и сплава у нас имеется опять два раствора также мы составим две таблички процент килограмм здесь будет у нас кислота здесь общее количество всего так первый раствор 40 процентов кислоты содержит второй раствор содержит 90 процентов кислоты и к ним еще добавляют 10 килограмм чистой воды ну условно назовем это будет вода кислоты в ней нет 10 килограмм здесь понятное дело всегда по 100 процентов и нам сказано что в результате получили 62 процента раствор кислоты нам известно что здесь 62 но так как нам больше ничего не известно вводим буквы здесь x здесь y тогда здесь будет x плюс y 10 здесь как всегда 100 тут заполняем табличку 40 процентов это 04 выражаем десятичной дробью и умножаем на x но здесь соответственно 0 9 и здесь складываем и составляем первое уравнение мы можем найти кислоту сложением а можем через нахождение процента мы должны найти 62 процента от всего количества нашей кислоты то есть мы должны 0 62 умножить на скобку x плюс 10 это будет кислота либо сложить как мы это и сделали в первом столбике 0 4 x плюс 0 9 y первое уравнение готово далее читаем если бы вместо 10 килограммов воды добавили 10 килограмм 50 процентного раствора той же кислоты то есть на этот раз у нас не вода а третий раствор 10 килограмм но здесь у нас есть кислота поэтому мы напишем здесь 50 и здесь заполним ну понятно это будет половина 10 это будет 5 или 0 5 на 10 умножить что изменится здесь еще прибавится 5 килограммов кислоты общему количеству которая первых двух растворов не изменилась но изменится концентрация тут будет 72 а общая общая масса раствора тоже не поменяется потому что будет также x и y и 10 и и составим второе уравнение по тому же принципу 0 72 мы умножим на скобочку x плюс y плюс 10 и у нас получится 0 4 x плюс 0 9 y плюс 5 и у нас получилась система из двух уравнений из двумя неизвестное осталось ее решить чтобы решить ее с наименьшими для нас потерями первое мы берем запятые для этого мы смотрим какое самое большое количество знаков после запятой коэффициентах первом уравнении выясняется что здесь два знака самое большое количество значит мы перенесем запятые все на два знака или по-другому говоря умножим на 100 получается 62 на x плюс y плюс 10 тут получается 40 x тут 90 y как мы видим эти все числа сокращаются на 2 что мы сделаем сократим на 2 получим вот такое уравнение то же самое проделаем со вторым уравнением здесь тоже максимальное число знаков после запятой 2 перенесем запятую на два знака получится уравнение вот такое вот здесь будет 500 потому что мы два нуля должны добавить раз на два знака переносим тоже сократим все на 2 получится 36 здесь 20 здесь 45 здесь 250 и так у нас получилось уравнение 1 и уравнение 2 можно конечно раскрыть скобки все перенести в одну сторону но мы видим что здесь у нас вот одинаковая скобочка а а здесь фактически одинаковые коэффициенты при одинаковых буквах поэтому лучше всего сейчас вычесть 2 уравнение 1 вот второе вот первое получается тут тридцать шесть скобок минус тридцать одна скобка будет пять таких же скобок 20x минус 20x и уничтожит 45y минус 45y уничтожится 250 останется сократим все на 5 и 10 перенесем в ту сторону получается x плюс y равняется 40 вот что мы получили этими преобразованиями ну и теперь раскроем скобки там где нам это сделать проще и преобразуем полученное выражение и решим систему ну на мой взгляд проще это сделать в первом уравнение получится 31x плюс 31y плюс 310 равняется 20x плюс 45y минус 14y равно минус 310 до множим на минус 11 коэффициенты этого уравнения у нас получится минус 11x минус 11y равно минус 440 для чего мы это делаем чтобы у нас коэффициенты перед одинаковыми буквами сравнялись и сложим теперь и сложим так как 14 будет у нас и сложим и так иксы взаимно уничтожиться игреке 14 минус 11 минус 14 минус 25 y равняется здесь складываем у нас получается минус 750 и так игрек равняется нужно 750 разделить на 25 получается 30 игрек нашли x плюс игрек равно 40 значит x равен 10 прочитаем вопрос задачи сколько килограммов 40 процентного раствора используя для получения смеси получается нам нужно в ответ написать чему равняется x ответ 10 бланк пишем число 10